Отчего-то социально значимые персонажи, которые не очень любят журналистов и не любят давать интервью, самые интересные собеседники. Сегодня в «Правде 24» Леонид Эрмольник. Приветствую. Прошу. Спасибо. Пока январь не закончился, актуально звучат вопросы про итоги прошлого года. Если мы вообще говорим в целом об отрасли, какова оценка Леонида Эрмольника? Что у нас хорошего было в прошлом году и что плохого? Звягинцев хороший был. Это я так издалека захожу. Спорный Михалков. Спорный? Конечно. Ну, хорошо. Понятно, что он умеет делать картинку, то, что к этому не придерешься. А что там было тогда не самого лучшего, скажем так? Ну, лучше было то, на чем мы выросли с тобой. Лучше было те 5-6 фильмов, с которых все начиналось. Там как-то суть была, и картинка была очень органичной, а не нарочной. Ну, про Никита Сергеевича говорим сейчас, про его творчество. Так. Ну, я вообще как бы ругать все умеют. А делать кино умеют очень немногие. Всегда сравнивают количество тех фильмов, которые сегодня производятся, включая сериалы. И то, что делалось там 20 лет назад, 25-30. Процент хороших картин, безусловно, уменьшился. Но по количеству там, но в год есть 4-5 фильмов, которые можно обсуждать. Один год, два года смотреть, три года, пять. А все остальное так появляется и уходит, появляется и уходит. То есть не превращается в историю отечественного кинематографа, скажем так. Так, я думаю, что ты помнишь, у нас есть традиция. Мы котов пристраиваем в данном контексте совсем маленьких. Я, собственно говоря, из-за этого и пришел. Да, помочь, да. Потому что с твоей подачи всегда все получается хорошо. Это кто у нас? Лиза. Ну что, так не видишь, что Лиза? Нет, знаешь, я до сих пор не умею. Я знаю, что трехцветки только бывают в кошке. Лиза, да. По интонациям надо понимать. Вот. И раз уж мы слово традиции упомянули, традиции кинематографа советского, они были? И есть ли они? Они остались? Или у нас сейчас мы работаем по западным лекалам? Я думаю, что мы работаем по западным лекалам. Поэтому у нас это не наш конек. То есть у нас есть свой путь. Мы никак в седло этого конька запрыгнуть не можем. Просто есть мода, есть сегодняшний как бы стиль, способ производства, заполнение картинки. Особенно это касается телевидения. Продукции очень много. Традиции, безусловно, остались, но они держатся на очень ограниченном количестве живых, выживших, оставшихся в живых, как хочешь. Кто-то по старости, кто-то потому, что изменил свой вкус и стал работать на рынок. Отечественное кино всегда, и назовем его советским, и те традиции, которыми мы гордимся, они были основательные, потому что все было настоящее, доскональное, скрупулезное. И художник, но художника в данном случае я называю режиссера, сценариста, оператора, они делали настоящее кино, они стремились... Ну, очень много примеров. Мы сильны тем, чем мы сильны. Как только мы начинаем тягаться с американцами с точки зрения картинки, шоу, спецэффектов, мы все равно превращаемся в страну пятого мира, а не третьего. Пока у нас это не получается. Есть какие-то случаи, когда это похоже, но это все равно не то. И здесь дело даже не в деньгах, что американские картины дороже, и поэтому за большие деньги эти спецэффекты и прочие фокусы делать легче. Но не это то, чем мы гордимся, и не то, в чем мы сильнее по сути. А в чем мы сильнее по сути? Сильнее по сути мы, но скорее проще называть фильмы. Баллада о солдате. Мы в раскрытии человеческих характеров, в абсолютной такой идентификации людей, характеров, стиля. Русские все равно отличаются по земле, по истории, по силе характера. Ну, мы вот с тобой встречаемся сейчас, да, в такое, опять-таки, странное время, скажем так, грянул кризис, Додолев перекрестился, и к нему тут же пришел Ермольник. Ну, сейчас вот опять такая лажа, опять трудно. С одной стороны, это, конечно, плохо, потому что это нас откидывает куда-то назад. Был какой-то ритм жизни, были какие-то планы с точки зрения даже там моей работы, моих творческих планов. Ну, то, чем я занимаюсь. Сейчас это все немножко тормознулось, и... Вот из того, что тормознулось, что вот жальше всего? Из того, с чем пришлось время, да? Ну, тормознулось, ну, я же такой, я частник. Я собственник. И у меня есть замечательный мой друг и многолетний уже теперь, можно сказать, партнер по каким-то кинозатеям. Это Валерий Петрович Тодоровский. И мы готовим в запуск картину. Ну, это давнишняя мечта Валерия Петровича снять фильм о холере 70-х годов в Одессе. Это как бы часть его жизни, часть его истории. Сценарий почти готов, а я как продюсер, скажем так, Валера тоже продюсер, но я как бы больше отвечаю за то, где и насколько вовремя мы найдем деньги на картину. Ну, и я, в принципе, к этому поиску был готов. Сейчас я этим поиском заниматься не могу, потому что я не могу предположить. Кино — это не телевизионная программа, которую ты сегодня придумал, через неделю снял, там, или через месяц. Кино — это, значит, на года на полтора, на два. А я ничего не понимаю, на какие деньги мы будем жить. Лёнь, извини, возьмите Лизу, потому что ей, по-моему, она не хочет быть телевизионной звездой, но надеюсь, что она станет украшением. Скажи спасибо, что тебя не описали. Чего-нибудь дома. Бывает, кстати, бывает и такое. Бывает. Бывает и писать такое. То есть у тебя профессия убыточная такая, да-да? Нет, какая-то польза должна быть от наших журналистов. Я считаю, что хотя бы кошек мы должны пристраивать. Продолжаем разговор про этот проект. Продюсер и умолик там должен был бы сыграть какую-то роль. Это как раз проект. Я не во всех продюсерских своих работах играю. Это зависит от выбора Валерия Петровича. Всегда, когда он находит для меня работу, я рад, потому что он меня хорошо знает и точно знает, чего я ещё не пробовал. Там есть роль для меня, и она очень интересная. Вы дружите домами? Да. С семьями домами. А с кем вообще ещё Ермольник дружит с семьями домами? С семьями домами? Да. Ну, у меня собственный дом вырос у меня в прошлом году. Да, ты же стал дедушкой в прошлом году. Я стал дедушкой. Мне всё-таки напомнил недавно, что ты стал дедушкой, как и он. До этого в семью вошёл зять. Была замечательная свадьба и замечательный... Андрей, а в ноябре месяце я стал дедушкой. Так что у меня год 14... В 14-м году... Кто, как назвали, но чуть-чуть поводом. Пётр Андреевич. Пётр Андреевич. Замечательный, смешной, клёвый. Я счастлив. У меня сейчас много времени уходит на коляску, на кормление. Мне иногда разрешают это делать, иногда даже купание. И поскольку это новое качество для меня, всегда что-то новое, что нужно осваивать, и по ощущениям, и по навыкам, мне всегда очень интересно и нравится. И для меня это сегодня намного важнее, чем, ну пойми меня правильно, чем, например, найти время и прийти к Додолеву в эфир. Я понимаю. Понимаешь? Я человек искушённый, поэтому в первую очередь на коляске. Я с этого начал, что я очень признателен, что ты к нам пришёл. Нет, я в том смысле, что всегда какое-то новое качество, новые ощущения, которые тебе дарит жизнь, надо уметь этим наслаждаться, нужно уметь это ценить. Это не значит, что я стал таким замкнутым, закрытым. Нет, я просто понимаю, что сейчас мне это даёт больше, чем что-либо другое с точки зрения понимания себя в пространстве и в жизни. Я как-то стал спокойнее, уравновешеннее. Я понимаю, что главнее, что второстепеннее. Вот ты, поскольку ты актёр и актёр великий, можешь сыграть кого угодно, в том числе и дедушку, но представить твою супругу, очаровательную красавицу Ксюшу, бабушкой, я не могу. У меня вот это, вот Ксюша и бабушка, это на какие-то параллельные пространства. Я думаю, что она будет рада услышать это из твоих уст, потому что как только нас все стали поздравлять, что вы стали дедушкой и бабушкой, тут же идёт, какой бабушкой? А вот так всё-таки. Дальше идёт, говорит, ну хорошо, ты не бабушка, ты спишь с дедушкой. Я сплю с дедушкой. Вот, Ксюша согласна только на первую половину этого имени, только на ба. Она готова, что её ба. Почему, кстати, ваша Александра так в шоу-бизнес и не двинула? Почему вы не хотели? Моя дочка? Да. В каком смысле в шоу-бизнес? Ну, не знаю, в кино, в театр. Это всё шоу-бизнес, я считаю. Мы с тобой, по-моему, об этом говорили, она никогда, Жень, слава богу, за все годы она никогда не проявляла никакого интереса, и я был счастлив. Вот именно, да. А я к чему подвожу, что, может быть, Елизавета, как ты считаешь? Что Елизавета? Ну, мы про внучку сейчас говорим. Может, вы вырастетесь? Да, разговор двух сумасшедших, потому что, во-первых, у меня не внучка, а внук. А, да, ой. Нет, это надо оставить. Это естественно. Естественно, оставим это. Вот вы сейчас видите двух пожилых людей в кадре. Мы 20 минут говорили о том, что у меня внук, Пётр Андреевич, он говорит, а вот Елизавета, Елизавета, это кошечка. Я понял, да. На которую мы хотим пристроить. Понял, да. А мой внук, Пётр Андреевич, он пристроен уже. У него дедушка Ермон. Он уже в шоу-бизнесе, отлично. Это к вопросу, почему Ермоник не любит журналистов, потому что они задают такие вопросы и проявляют такого рода компетентность, как сейчас я продемонстрировал. Ну, это будет самое смешное место в программе, я тебе уверяю. Да? Да, да. Долго разговариваю. Вот, поздравляю с наступающим 1 мая. Подожди, ещё не закончилась программа, ещё всё впереди. А про друзей мы говорим. С кем ты расстался из тех друзей, которые, может быть, были у тебя, там, не знаю, в студенческие годы? Ты с кем-нибудь общаешься из тех, вот, с которыми люди как-то... В студенческие годы? Да. Общаюсь, конечно. Да, с кем? Ну, как, это не каждый день, но перезваниваемся, общаемся, общаюсь с Женей Симоновой, ну, из тех, кого, как бы, очевидно, знают зрители. Общаюсь с Юрой Васильевым, который плотно и много работает в театре «Сатиры», помогает Александру Анатольевичу Ширенду веселить народ на площади Маяковского. С кем ещё? Есть Валя Грушина, есть Наташа Коширина, есть Рая Этушка, правда, она живёт в Америке, но мы общаемся. Есть замечательный Гарик Черняховский наш, как бы, на параллельном курсе, с которым мы сделали очень много спектаклей на нашем курсе. Вот, он тоже, он часто приезжает сюда и делает, немножко приболел в прошлом году, но, слава богу, выкарабкался. И я вот недавно был в Нью-Йорке, проведывал его. Так что общаюсь, безусловно. А когда последний раз ты был на родине? На Малой? На Малой? Что ты называешь Малой родине? Там, где ты родился. Дальний Восток? Да. Ой, на границе с Китаем. Я был последний раз, года 3-4 назад, нет, вру, это было лет 6 назад, был кинофестиваль во Владивостоке. И я доехал до того места, где я родился. То есть, я 55 лет там не был, я вот доехал туда. Это забавно, там ничего не изменилось. Да? А то есть, вот, а до этого ты когда последний раз был, то есть, какой промежуток времени? Вот ты был... Меня оттуда увезли, когда мне было полтора года. И ты с тех пор не был там? Не был. Ух ты! Ну, это такое место стратегическое. Там практически мы или... Как тебе сказать? Или противостоим китайцам, да? Или дружим с китайцами. Это как раз такое, там в двух километрах уже китайской границы. А что ты вообще считаешь для себя родиной? Потому что есть очень многие люди, особенно из профессии, которые вот, ну, себя ощущают везде комфортно. А у тебя вот есть какая-то вот привязанность к языку? Я как-то привязался за последние 61 год к русскому языку. Может быть, это странно. Но на нем сейчас говорят во многих городах. Во многих городах. Город Лондонский есть, где говорят на русском языке. Я почти идеально говорю по-английски, зная 12 слов. Вот. Потому что там сложнее всего разобраться с глаголами. Ты поможешь, да, это я делаю руками. Вот. А слов, которые я не знаю, я показываю. Вот. Что куда двигается, что куда идет. Я шучу, украинский знаю. Вот. В совершенстве, наверное, просто практики нет, поскольку я школу заканчивал на Украине, во Львове. А то, что ты называешь родиной, родина — это для меня земля и люди. Поэтому, наверное, родина моя — это Москва. Ну, мы вот рождены в Советском Союзе. Поэтому ты сам эту дверь открыл, сам упомянул. Как бы соседей наших. Как вообще ты вот считаешь это? Как и когда закончится вся эта история? Я знаю только, что когда мы периодически стали говорить, что мир сошел с ума, я считаю, что мир сошел с ума, в том числе и на нашей территории. Люди сошли с ума. Люди перестали. Совершенно другое отношение к смерти, к войне, к терроризму. Это стало привычным, обыденным. И это, конечно, страшно. И когда мы говорим о конце цивилизации, то, может быть, это первые признаки, а может быть, уже и не первые признаки того, что этот процесс все равно идет. Как это ни страшно, и как это ни грустно. И сколько бы сил не применялось для того, чтобы обезопасить человечество. Но мир сошел с ума, и люди сошли с ума. И то, что происходит на Украине, вообще немыслимо. Потому что это так. Помнишь фильм тот сам Мюнхгаузен? Да, конечно. Помнишь, когда броневому говорят, что Англия объявила войну? Англия? И он сантиметром начинает глобусом. Это же рядом. Ну вот, это же рядом. И меня даже иногда пугает то, что мы смотрим телевизор, смотрим новости, ужасаемся от того, что происходит. Ужасаемся этой информационной, как бы, биполярной войне. И почти привыкли к этим новостям. То есть, ну, так человек устроен, что мы привыкаем. Если ты ешь некачественную еду, то первые недели ты будешь бегать в сортир, да, или тебя будет выворачивать, да. Но если больше 10 дней есть эту еду, организм привыкнет и будет есть, потреблять то, чем, понимаешь, да. И я думаю, что с точки зрения эмоций, мозгов, я с невероятной грустью, нет, не грустью, как бы тебе сказать, печалью и ужасом понимаю, что люди привыкли воспринимать негатив как составляющий ежедневной нашей жизни. На этой веселой ноте мы перейдем к коде, который у нас называется «Игра в правду». Значит, правила очень простые. Выбирайся фишку. Поменял колоду, я же уже у тебя буду. Да, там была окропленная. Так, окропленная? А эта моченая. Так, начинаем. Что это нужно достать? Вытащить фишку. Одну. Одну, да. И эта фишка белого цвета, это значит, свободный вопрос, который я сам задам тебе. В школе у тебя... То есть эта фишка соответствует Доделеву? Эта фишка соответствует такой карточке белой. Эта фишка, это Доделев, это белый. Свободный вопрос. Свободный вопрос. Задавай, который час? Отвечай. Леноном тебя называли в школе. Я просто смотрю, что очки у тебя такие же ленонские. Нет. Нет, нет, нет. Ты очень старомоден, Жень. Дело в том, что когда я учился в школе, то была группа Битлз, и это было то время, когда нельзя было носить такие волосы, как это все преследовалось директором школы, учителями. А Битлз были Битлз, и я то поколение, которое, то что называется, на этом выросло, из этого состоит. И тогда были у меня леноновские очки, я их купил на рынке. А это очки, абсолютно, это Стив Джобс. А, понял. Это абсолютно... Я понял, Ермольник много со временем. Да, да, потому что тут было одно мероприятие, где я участвовал в такой миниатюре, но интермедии, где я изображал Стива Джобса. А, понятно. Естественно, кроссовки, джинсы, водолазка и вот эти очки. Это Стив Джобс. То есть жизнь двигается. Я понял, я понял, прошел номер два. Да, в отличие от тех очков, которые у меня как бы были леноновские, те были полусамопал. А это абсолютно даже та же компания, тот же размер, это все, ну, богатея. Ну, цену не будем озвучивать, да, компания. Так, вторая. А цену я не могу озвучить, но с тобой говорим, в такой период, потому что мы не знаем, в каких деньгах. Так. Ну, хорошо. Голубая, синяя фишка. Голубая. Голубая. Вот даже у нас, в программе, хоть что-то голубое. Ну, мы в тренде, да? Мы в тренде, да. Чтобы у нас прибавлялось телезритель. Любую. Любую синюю. Вот. Давай возьмем снизу. Вот так. Вот отсюда. Давай. Давай. Вопрос на подумать. Какие ошибки допустили родители в вашем воспитании? Мои родители? Да. Ну, ты видишь, во что я превратился? Мои родители были, наверное, безошибущими. Понятно. У меня всегда была, как бы, строгость воспитания сочеталась с тем, что у меня все можно. Я всегда делал то, что я хотел. Мне никогда родители ничего не запрещали. Никогда. Я сам пробовал, сам обжигался, сам понимал, что правильно и неправильно. Я своим родителям очень благодарен. Но для того, чтобы так доверять ребенку, нужно, чтобы это был такой ребенок, как я. Ну, да. Но я на слог понимаю, что ты ведь и отец такой, который Александре Леонидовне доверял. И я так понимаю, что Петру Андреевичу тоже будет с доверием в полный рост по определению. Абсолютно. Конечно, я вообще жду того счастливого момента, когда он уже будет отличать меня от остальных домочадцев. А я думаю, что они на самом деле так и соль, что они как-то оцепровывают. Нет, говорят, вот у меня Ксюша, она говорит, что она помнит себя там в несколько месяцев. То есть помнит какие-то, я ничего не помню. И я уже сейчас себя стараюсь вести с ним серьезно и адекватно, для того, чтобы потом, через 15 минут, я помню, как-нибудь полтора месяца. Вот. Да, научил разговаривать матом. Последний или крайний, как придется сейчас говорить. Желтая. Желтая. Любую желтую. 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 Надеюсь, что это не будет совсем. Желтый вопрос. Потому что это сразу по две. Смотри, я люблю. Все, по два, по четыре вопроса. Пожвоните. А вот умирали ли ваши домашние животные, к вопросу Ализи, которая у нас участвовала, по вашей вине? Было такое? Нет. По нашей вине никогда не... Один был несчастный случай, но опять-таки не по нашей вине. Это когда еще Сашка маленькая была. Наш скотч перьера летом выскочил под забором, перебегал в шоссе и вот где у машины. Как мы тогда говорили, черный волк. Вот. А так, в основном, моя семья продлевает жизнь животным. Мы боремся до конца, даже когда они старенькие. Вот. Но вообще утрата или смерть животных – это ужасная вещь. Я считаю, что это невероятная несправедливость. Но, наверное, Боженька не просто так это придумал. Что собаки живут намного меньше, чем люди. Ну, как правило, там, в зависимости от породы, там, от 9-10 лет, ну, максимум до 17-18. Вот. Это всегда трагедия, когда собаки не встают. Это всегда ужасно. Но, может быть, поэтому у нас всегда несколько. Разумная и логичная каша, очень целый ремонит. Лёнь, я дарю тебе эту книжку за четыре кадра «Правды» про кино. Здесь наши предыдущие беседы. А-а-а. Как при выхода книги в свет издатель доплачивает, чтобы… Кстати, такое тоже бывает. Большое тебе спасибо. 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 Спасибо.